итак доброе утро дорогие друзья на фейсбуке у нас получилось на ютюбе получилось зайти а вот сейчас пробуем зайти на телеграме надеюсь сейчас тоже получится с божьей помощью видите надежда помогла надежда помогла все доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать тору потому что тора является самой большой защитой для мира и так как этот мир существует благодаря торе он создан благодаря торе существует благодаря туре то мы сейчас поддерживаем поддерживаем существование мира сотворения мира создания мира хорошо значит мы находим мы изучаем сейчас один из аспектов тора который называется благодарность благодарность по книге рафшала маруша и по книге ров зелега плистина значит рафшала маруш сегодня нас 13 урок 13 урока мы уже прошли 12 разных ракурсов и взглядов почему благодарность и это самая важная его позиция рафшала маруш акотор он доказывает из отрывков торы из логики из устной торы он доказывает что благодарность это ключ ко всему жизни человека ко всему хорошему это ключую связь со всевышним это благополучие это благословение это все все-все все только что можно хорошего в этом мире ведь корнем всего является благодарность и наоборот корнем всего плохого что есть в этом мире зла всего самого плохого в жизни мира и человека является неблагодарность он с разных сторон он целую книгу нас обучает как быть благодарными и как избавиться от нытья и неблагодарности и вот значит сегодня он пишет такую вещь всяко уныние отчаяние депрессия все жалобы и робот означают претензию к всевышнему такой человек не верит что все к лучшему и это страшный позор для небес представляете то есть вот например человек проснулся ночью у него страшно ему плохо и он и он начинает жаловаться он говорит это претензия ко всевышнему любая жалоба и робот это претензия ко всевышнему а почему претензия ко всевышнему он не верит что все к лучшему он думает что то что сейчас происходит война бомбежки там и так далее он думает что это к лучшему а это к лучшему действительно это очень-очень звучит как-то странно но он говорит почему странно для среда вида которого выгнали с детства из дома которого как он сам говорит что папа и мама меня оставили а бог меня усыновил которого хотел убить царь шауль которого ну то есть у него была тяжелейшая тяжелейшая жизнь война он говорил в псалмах справедлив бог крепость моя нет в нем несправедливости все что бог делает справедливо даже был случай у царя давида представляете его родной сын а в шалом на него напал напал конкретно хотел убить его с войском вышел против царя давида царь давид вынужден был бежать из Иерусалима представляете вот он выходит и на него идет человек который шиме бенгера и так был один из учителей и он ему говорит ты ну тоже начал плохо на царя давида говорить и его воины хотели убить этого этого шиме бенгера царь давид говорит нет говорит это разве он говорит это всевышний мне сейчас шлет вот эти все сложности испытания и может час вот этими проклятиями которые на меня говорит этим позором я искуплю свои грехи которые были причиной того что сейчас со в шаломом происходит то есть его был подход такой что всевышний справедлив раз сейчас посылает вот такую какую-то сложную ситуацию у всевышнего есть какие-то на это основание безусловно он справедлив но я принял эту справедливость и осознав ее все равно понимаю что это всевышний хочет мне добра это был такой месседж царя давида и получается так что если человек и в непонимании того что бог справедлив и все что происходит к лучшему и это лучшее что в этот момент бог для человека делает чтобы человеку дать может быть на втором шаге добра может быть на третьем может быть еще на ком-то то есть если вы человек это признал осознал принял то тогда тогда у него открылись бы все звери но если он не понимает этого в этом и состоит причина всех обрушивающихся на человек обед говорит хорошо марш дальше он говорит он говорит что так что когда человек которые которому плохо да и он ноет и жалуются его молитва остается без ответа перед ним закрываются все ворота и двери и даже говорит посылает ангела укрепить и заново штукатурить стены чтобы не осталось ни трещинки через которую могло бы проник проникнуть хоть единое слово из его молитвы из молитвы нытика все закрыто на на глухо ему говорят ты любишь плакать и жаловаться что же постараемся тебя обеспечить тем чтобы блоке причина поговоря по горевать что будет у тебя причина он говорит сохрани нас господь это автор книги говоришь с нами такого никогда не было у нас есть все возможности для того чтобы ты плакал постоянно сколько влезет это как будто вы ему так с неба говорят тому кто но это жалуется другой человек он ну значит благодарит благословляет благодарить всевышнего и ему посылают с неба как бы как специальное такое влияние ангелов ему говорят ты любишь благодарить мы дадим тебе то за что стоит благодарить да не прекратится твоя благодарственная песня то есть мы говорят ну слушай если ты в этой ситуации благодарить что то просто ты ты действительно царик праведник ты такой человек что вообще это удивительно даже на тебе за это все хорошее дальше он говорит что есть такой инструмент которого нам всем советует но вот интересно что этот инструмент советуют все психологи коучи там тренера все советуют инструмент дневник благодарности у меня есть видео на youtube канале дневник благодарности то есть это инструмент работающий все знают что он работающий но каждый объясняет по-разному например года шефер говорит если ты будешь три месяца благодарить каждый день писать по три благодарности у тебя вырастет уверенность себе и значит ты будешь зарабатывать на 30 процентов больше а что говорит нам что раф шаломаруш он говорит такую вещь нужно завести тетрадь заносить туда все блага и всякую помощь оказанную тебе всевышним и просто благодарить отдельно за каждое записанное там доброе дело тому кто будет так поступать во первых обеспечена постоянная радость ведь он обнаружит что его жизнь наполнена благом всевышнего и что для записи этих благ никакой тетради не хватит во-вторых в его жизни будет все больше и больше чудесной помощи он это утверждает он это доказывает очень и очень таким логичным способом да уже верит во первых лучше всего попробуйте что многие люди пошедшие по этому пути начавшие записывать тетрадь все добрые владеетела дрованной всевышним и благодарить за это увидели как их жизнь на глазах превращается в расти сад каждый кто примет на себя такое обязательство каждый день записывать за что вы благодарны всевышнему все подарки всевышнего увидит рай уже в этом мире прям вот не 30 процентов заработок возрастет а рай в этом мире до серьезное обещание я думаю что его достаточно чтобы попробовать у меня я периодически то виду дневник благодарности то нет но вот тут после сегодняшнего я блины дар без обеда постараюсь прямо его ввести еще более так ответственное значит когда ты ведешь этот дневник благодарности это значит что человек доволен своей участью и такому всевышний прощает все грехи даже там где раскаяние не помогает почему он говорит очень просто есть чувак из страха когда человек делает раскаяние страха наказания а есть раскаяние из любви и вот раскаяние раскаяние из любви ко всевышнему это такая редкая вещь что такая противоестественная даже вещь что человек который делает раскаяние из любви то есть он говорит их и так люблю всевышнего сока для меня делает я просто буду тоже для него делать все что надо все заповеди выполнять Я все буду делать из любви ко Всевышнему. Написано, что такая тшува, такое раскаяние переворачивает все его прошлые грехи в заслуги. То есть, это я помню, когда я пришел в Ешиву, у нас раввин был, Рахаим Шаулаф. И он говорит, вот был человек один такой, да, он там жил обычной жизнью, там грешил, тут грешил, то грешил, здесь. Потом стал религиозным и попадает на небо. Попадает он на небо, и там его встречает вся его семья, которая уже там много поколений, такой как кинотеатр, и ему показывать начинают его жизнь. Он думает, сейчас такое начнут показывать вообще, до того, как я стал религиозным, это вообще лучше не только, чтобы они это не увидели. Смотрит так, что там показывает, а показывает, что он такой прям вообще, всю жизнь он в белой рубашечке, в галстучке, идет на шаббат, идет с шаббата, в детстве, ну то есть вообще садик. Он, а он же религиозный, он же честный, он говорит, я не понимаю, в том мире это назывался мир лжи, ну обычный мир, да, материальный. Но говорит, здесь же я же на небо попался, это мир правды, то есть я же-то знаю, что я грешил в той жизни. А вот здесь показывает фильм, что я прям такой праведник, прям от рождения. Ему говорят, нет, ты же сделал раскаяние из любви, тебе твои поступки, они не стираются, они переворачиваются в заслуги. То есть это такая, такая очень сильная вещь, раскаяние из любви. И все его проступки превратятся в заслуги, поскольку он обращается к раскаянию из любви. И также слоним стиребы, был такой рэбами слоним, написал книгу Натевот Шалом, он говорил так. Тому, кто принимает все происходящее с любовью и радостью, Всевышний отпускает грехи по принципу мера за меру. Всевышний говорит, как этот человек принимает мое правление с любовью, так и я приму с любовью его поведение. Логично, мера за мером. То есть если человек, он не принимает мир, который ему дает Всевышний с любовью, то он создает то, что ты создаешь, что влияние ты как бы создаешь на себя. Действительно, но это агрессивный, раздраженный и так далее, то, во-первых, он видит, он реально, он же не обманывает. Человек, который раздраженный или агрессивный, он видит в окружающем мире, именно он обращает внимание на то, что вызывает у него скуку, агрессию и раздражение. Теперь, тот, кто... Ну, как реагирует мир в этом случае? То есть ты видишь мир таким, мир для тебя такой и есть. Но когда ты начинаешь взаимодействовать с другими людьми, люди, они же как начинают тебя отзеркаливать. И человек получает, конечно, очень-очень часто, ну, вообще, то, что он не хочет получать, но он получает именно это. И говорит, я так и думал, что я думал, что что-то хорошее тут в этом мире есть. И наоборот, когда он начинает благодарить, искать прям крупнее, вау, и за это я благодарен, и за это тут записал, там записал. Спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему, спасибо. Он начинает видеть, реально, он же не выдумывает, он просто перенаправил свое внимание. У него появляется тогда позитивное настроение, благодарность людям. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, спасибо Всевышнему. Вообще, такая мне радость. Вообще. Такой человек, он становится для других тоже источником радости, и мир к нему поворачивается совсем с другой стороны. Теперь дальше здесь говорит Рав Шалмару, что же последняя вот сегодня такую идею очень-очень глубокая. Он говорит, помните, когда народ Израиля вышел из Египта, то на них напал Амалек. Он сразу же напал на Амалек, и Амалек это антипод, враг Израиля изначально. Теперь, откуда он появляется, Амалек? Так, сразу же, когда они вышли из Египта, они в пустыне начали сомневаться во Всевышнем. И прямо в книге Шмот имена написано, есть ли Господь среди нас или нет, они сказали. И вот в момент, когда они начали сомневаться, есть Бог среди нас или нет, то есть с нами, он поддерживает нас или нет, в этот же момент пришел Амалек, напал на них и начал убивать. Теперь, вот этот вот сам вопрос, есть вершина неблагодарности, говорит Рав Шалмаруш. Когда человек не видит Всевышнего и спрашивает, со мной Бог или нет, значит, он не видит и благ, которые Всевышний ему дает. Если бы он осознавал бесконечность благ, творимых для него Всевышним, в каждое время жизни, конечно, он не задавал бы такой вопрос. Получается, что как только евреи начинают сомневаться в поддержке Всевышнего, тут же приходит Амалек. То есть, и это объясняют обычно, что у них не было веры, что это недостаток веры. А Рав Шалмаруш говорит, нет, говорит, это не так. Недостаток веры это уже следствие, а причина это неблагодарность. Почему? Если бы ты видел, что Всевышний делает для тебя и благодарил его за это, у тебя не могло бы быть сомнения в том, Всевышний с тобой или нет. Только неблагодарность, когда ты не видишь, что добро, которое Всевышний для тебя делает, и чудеса. Неблагодарность, она заставляет тебя сомневаться, есть ли Всевышний или нет. А когда ты сомневаешься, что я Всевышний или нет, плюс ты недоволен, то приходит Амалек, так он говорит. Человек, который видит благо Всевышнего и благодарящий за них, видит самого Всевышнего. Так, прямо он делает вывод. И поэтому очень важно вести этот дневник благодарности. И чем больше мы будем видеть Всевышнего, то, что он делает для нас, и благодарить за это, тем больше будет наша вера во Всевышнего, и тем больше он будет нам давать свои поддержки, чудес и так далее. Это вот то, что объяснил нам Раб Шалом Аруш. Теперь в этой книге практические уроки как. Значит, тринадцатый урок, тринадцатая глава называется «Благословение перед и после еды». Значит, по религиозной евреи благословляют перед едой и после еды. То есть, есть на каждый вид еды свои благословения. Но он здесь говорит такую вещь, что действительно по задумке, если бы мы благословляли осознанно и со всей силы вкладывали туда свое внимание и благодарность, то было бы отлично. Но, говорит он, тот, кто это делает каждый день по много-много раз, десятки раз приходится, мы благословляем, делает это уже на автомате. То есть, делать это все равно надо. Благословлять перед едой, благословлять после еды. Он говорит, ну, здесь нет благодарности особой. То есть, здесь есть формальная благодарность, но именно благодарности искренней здесь нет. И он поэтому советует тем, кто уже благословляет автоматически, он говорит, начните с пяти раз в день. Вот пять раз в день перед тем, как вы будете говорить формальное благословение. Формальное благословение, в котором мы говорим на каждый вид еды, мы говорим что-то свое. Значит, он говорит, попробуйте пять раз в день перед формальным благословением сказать своими словами, что я искренне, искренне, искренне от всего сердца благодарен за эту воду. Или там, за это кофе. Я действительно счастлив, что у меня есть возможность пить эту воду, это кофе, это... Теперь, те, кто не благословляют формально, вы можете сразу начать вот именно с таких искренних своими словами благодарности Всевышнему перед тем, что вы что-то кушаете или после того, что вы что-то кушаете. Те, кто благословляют формально, добавьте к этому пять раз в день неформальное, искреннее, такое от всего сердца благодарение за то, что Всевышний все-таки дал вам возможность иметь пищевод, горло, зубы. Значит, бывает, вот у меня там есть одна родственница, у нее, не дай бог, вдруг началась какой-то вирус, у нее во рту начались язвы. Детей боли она испытывала, когда кушала, потом оп, прошло. И когда прошло, она оценила, как было хорошо до язв. Когда у человека, не дай бог, болят зубы, я помню, я был в кресле у зубного врача. Два часа или там три мне вырывали зуб мудрости, пилили его на четыре части. Я даже записал потом заметочку, что я обещал Всевышнему в кресле у зубного врача, потому что я просто был на все готов, лишь бы это прекратилось. И мы начинаем почему-то ценить то, что есть, в момент, когда это теряем. Так вот, вся та система, которую мы сейчас изучаем, она нас побуждает не ждать, пока ты потеряешь, чтобы начать ценить. А именно начать ценить, именно сейчас, в момент, когда Бог тебе дает, цени каждое его проявление, каждую его милость, каждый его подарок. Все, что у нас есть, это подарок. И получается, что в этом случае, что вот эта вот благодарность, она является ключом к усилению веры. Она является ключом к поднятию на следующий уровень, к раскаянию. То есть, ты начинаешь действительно видеть, насколько Всевышний милостив, добр и насколько Он любит нас. Чтобы духовная сила от этого урока, чтобы я благодарен Всевышнему, что вы пришли. Да, сегодня у нас больше, чем уже постоянно 210-220 человек. Я благодарен Всевышнему, что 220 человек могут учить Тору каждое утро в Ютюбе, в Фейсбуке, в Телеграме. Я благодарен Всевышнему за то, что Он нам вообще дал возможность понять, осознать, присоединиться к высшей духовности. И я благодарен Всевышнему за то, что Он нам дает такие уроки, которые дает, раз Он считает, что нужно давать такие уроки. И благодарен Всевышнему, что мы понимаем эти уроки и только усиливаемся в своей вере, в благодарности, в прославлении Всевышнего. В вере, что все будет хорошо, все было хорошо, есть хорошо и будет хорошо. Всевышний знает точно, когда, кому, как, какой урок дать. Для того, чтобы мы, цель Всевышнего только одна, дать нам добро, счастья, благополучия. И спасибо Всевышнему, что Он нам это дает и чтоб дальше давал. Все, пускай духовная сила от урока поможет выздороветь раненым, вернуться из плена пленным и закончить эту войну быстрее, эту войну, все войны. Чтоб все войны в мире закончились, остановились и люди перестали воевать. Это самая главная моя личная просьба, чтобы закончили воевать прямо сегодня, везде, во всем мире, чтобы больше не было ни одной войны. Все, счастливо, поддержите мою просьбу и давайте вместе помолимся, чтобы установился мир, чтобы остановилась война и чтобы мы просто благодарили Всевышнего, пели песни, радовались, танцевали и благодарили Всевышнего за все эти блага, которые Он нам дает.